всем привет друзья вы на канале вязание не только меня зовут алена сегодня я хочу показать вам мой шарф и сделать по нему обзор рассказать вам подробно как я его вязала из какой пряжи и так далее кто хочет прям вот сейчас уже приступить к вязанию этого замечательного шарфа вы увидите сейчас схему вот этого теневого узора также хочу сказать кто не очень силен в схемах то у меня есть подробный мастер-класс по вязанию этого узора и сейчас вот здесь правом углу высветится подсказка на это видео или можете потом посмотреть это видео до конца и зайти в раздел плейлист на моем канале и там вы увидите подробный мастер-класс на этот узор значит я вязала прежде всего конечно хочу рассказать о материалах о пряжи обо всем что мне понадобилось для вязания этого замечательного теплого уютного изделия и так общие сначала размеры по моему готовому изделию вес изделия составляет 400 грамм то есть у меня в наличии было 10 мотков вот у меня осталось два полных мотка один не полный моток и вот здесь у меня было где-то 70 грамм вот такая ниточка в подмот я вот здесь добавляла вот и здесь у меня вот совсем немножечко осталось то есть грамм наверное 50 у меня также ушло из из этой пряжи но я вам все все расскажу сейчас подробно то есть вес изделия 400 грамм ширина уже готового изделия постиранного у меня составляет 40 сантиметров вот и длина у меня получается 2 метра 30 сантиметров это только готовое изделие если сюда мы еще прибавим длину кисти с одной стороны 20 сантиметров и с другой стороны 20 сантиметров то получается длина уже полного вместе с кистями готового изделия будет 2 метра 70 сантиметров теперь мы поговорим о том из какой пряжи я вязала это изделие я получила на обзор 10 мотков этой пряжи у меня было в наличии и получила я эту пряжу от магазина и мезингу магазин этот предоставляет прекрасный выбор замечательной итальянской пряжи и многих других материалов для вязания и доставка у этого магазина по европе и по всему миру также есть еще этот магазин в россии точно так же с богатым выбором итальянской пряжи и многого другого магазин в россии называется про клубочки ссылки на все эти магазины я оставлю под видео также для моих зрителей на постоянной основе с промокодом абель 10 процентная скидка пожалуйста проходите пожалуйста смотрите вдохновляйтесь и делайте покупки когда я получила эту пряжу по тактильным ощущениям меня сразу привлекло в этой пряжи то что она очень очень мягкая и нежная и я была очень удивлена когда я посмотрела состав так как посмотрите в составе этой пряжи у нас 60 процентов мериносовая шерсть также 25 процентов бэби альпака и 15 процентов хлопок я очень чувствительно к шерсти но здесь просто чудеснейший состав в этой пряжи поэтому пряжа очень очень мягкая и я не раздумывая решила для себя связать шарф в наличии у меня было достаточно пряжи я хотела шарф связать длинный чтобы можно было обернуть не один раз вокруг шеи чтобы он смотрелся богато красиво и поэтому я не задумываясь в две нити на спицах номер пять стала вязать этот шарф значит что хочу сказать кому интересно color именно этого цвета горчица 942 здесь очень хороший метраж в 50 граммах аж двести двадцать пять метров можно вязать конечно было и в одну нить но так как я хотела чтобы мой шарф был теплый хороший я вязала в две нити и на спицах номер пять у меня получилось достаточно такое знаете мягкое полотно да то есть хоть я и вязала в две ниточки но за счет того что нить сама она очень тоненькая вот я сейчас вам покажу одну ниточку это пряжа в виде шнурка вот посмотрите вот такая ниточка в виде шнурочка на достаточно тоненькая но тем не менее если посмотреть вот в близи на полотно она получается очень очень мягким очень нежным не сбитым таким да и даже после стирки она остается таким же мягким и нежным ничего здесь как-то не свалялось ничего я стирала руками этот шарф выжимал абсолютно нормально его потом в полотенце естественно разложила и вот он у меня очень быстро высох и что самое интересное никаких метаморфоз с этой пряжей с этим изделием не случилось все просто прекрасно и замечательно та же ширина та же длина разровнялись петельки пряжа прекрасно и замечательно за счет хлопка держит форму рекомендую эту пряжу вы можете также взять эту пряжу для вязания любого плечевого изделия это будет просто замечательная очень мягкая нежно и конечно же теплое изделие значит теперь что хочу сказать я же добавляла сюда еще вот такую вот ниточку для чего я ее добавляла мне хотелось именно посередине моего изделия там где у меня вот как раз будет шарф находиться на уровне шеи до чтобы было максимально тепло как-то так пушисто да и у меня в наличии была вот такая пряжа это очень очень тоненькая ниточка и здесь легкая вот такое вот букле вот видите вот такой букле такой пушочек да это меланжевая пряжа я здесь сейчас прям точный точный состав не могу сказать но здесь составе мериносовая шерсть полиамид и полиакрил и у меня получились здесь вот такие вот полосочки я делала так когда я вязала полоски я делала так у меня я вообще в хаотичном я не считала ряды просто пару сантиметров провязывала вот просто в 2 нити вот этой пряжей а просто еще тут два-три сантиметра я провязывала одна нить вот этой пряжи и 2 нити вот этой бобинной ниточки да это у меня бобинная пряжа можно было этого и не делать но я очень рада что я это сделала потому что как раз вот в области где я обматываю шею за счет вот этих полос здесь получилось гораздо плотнее изделия да и очень очень тепло вот именно очень тепло вот мне хотелось именно этого эффекта и добиться конечно можно этого не делать можно никакую нитку не добавлять можно просто прекрасно в две нити замечательно связать длинный шарф и если вязать допустим пошире добавить еще один раппорт то вполне можно зарасходовать все 10 мотков и получится богатый красивый такой длинный и немножечко пошире шарф значит теперь я хочу вам рассказать по поводу количества петель да у меня получилось так раппорт узора по схеме вы видели составляет 8 петель но в самой схеме есть еще с краю дополнительная петля это называется петля для симметрии и нужно учитывать именно в обратно поворотном вязании поэтому один раппорт узора 8 петель я взяла на изделие 9 раппортов то есть у меня здесь получается 9 раппортов я посчитала до умножаем на 8 петель и получается семьдесят две петли плюс прибавляем обязательно одну петлю для симметрии так как обратно поворотное вязание у меня и соответственно две кромочные в итоге получается семьдесят пять петель я взяла на свое изделие ну а потом вверх вы уже вяжете столько по длине сколько вам нужно я еще сделала так сначала изделие я провязала просто резинкой один на один и уже после резинки два сантиметра я уже начала вязать изделие дальше с этой же стороны когда я довязывала до конца я точно также провязала резинку один на один еще один ряд у меня получился вот здесь с этой стороны вот лицевой и потом я просто выполнила закрытие что у меня с кистями да у меня вот такие вот кисти получились да очень многим на фотографии понравился этот шарф я выставляла в instagram вы это видели и у меня здесь видите через одну я делала то есть я делала одно вот такую кисть в две нити здесь просто до в петельку закрепляла у меня получается вот я в 2 нити взяла длинная 40 сантиметров ниточку да и потом сложила в два раза и петелька здесь раз и закрепила в петельку следующую кисть я уже сделала только две нити вот шнурковой пряжи и 4 нити бобиной здесь можно сделать просто из пряжи такие красивые кисти можно без кистей например это кому как нравится но сейчас вот это все очень снова возвращается в моду именно вот изделия такие с кистями с богатыми вот поэтому я решила что в моем изделии вот я лично видела в моем изделии именно вот такие красивые кисти как вы видите они у меня все ни одной длины потому что я не хотела чтобы все было четко и строго поэтому я отмеряла 40 сантиметров где-то чуть чуть больше где-то 41 где-то 39 и просто потом складывала пополам эти кисти и потом вот так их присоединяло поэтому у меня они можно сказать немножечко в хаотичной в хаотичном таком порядке хаотичная такая длина но мне это нравится это придает такую определенную изюминку вы же конечно можете сделать все кисти одной длины можете и совсем без кистей делать то есть это все по желанию и когда я кисти вот здесь уже вот здесь внизу я их присоединяла мне понадобился для этого крючок номер три с половиной то есть я заводила крючок я заводила крючок вот так вот сюда вот где у меня петельки были через одну заводила крючок даст доставала ниточку здесь у меня была образовалась петля и кончики я в эту петлю продевала и вот так вот вот таким образом я зацепляла то есть вот сейчас я вам покажу кому непонятно вот петелька ее легко вот так вот можно вот распустить то есть вот у меня кисти 40 сантиметров длина я сложила пополам вот в дело крючок крючком соответственно вытянула петельку в эту петельку я потом в дело кончики и просто закрепила вот таким образом это очень очень легко делается вот и у меня получилось вот такое замечательное изделие очень мне нравится и вот из этих моточков которые у меня еще остались я планирую возможно связать также в две нити на спицах номер пять красивую повязку на голову что еще хочу сказать как я присоединяла вот здесь не то потому что очень многие меня спрашивали алена вы ниточку с краю рвали нет я ниточку с краю не обрывала почему потому что за счет того что у меня такие не широкие достаточно полосочки а такие просто я добавляла где 2 сантиметра где 3 сантиметра да то конечно если бы я каждый раз обрывала нить у меня бы здесь очень много было хвостиков конечно их не проблема спрятать причем хочу сказать что интересно у меня где-то закончилась пряжа и я не обратила внимание даже знаете вязала 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 и потом раз а у меня закончилось это на середине ряда и я не стала совершенно распускать ряд до конца хотя я всегда стараюсь при ну присоединять нить именно с краю потому что здесь легче в шов спрятать кромочные петли и я взяла присоединила дальше нити стала вязать дальше когда я уже связала шарф я взяла иглу и спрятала ниточку и постирала и что самое интересное я потом хотела найти этот вот узелок я думаю где же этот узелок где я присоединяла где я прятала ниточку я его так и не нашла то есть я его так и не нашла иглой я спрятала и даже узелка нигде не чувствуется его нигде не видно я даже его и не увидела поэтому вот еще что замечательно в этой пряжи вот такой вот хороший плюс в этой пряжи когда же я выполняла полоски я ниточку с краю не обрывала я просто нити вместе с кромочной провязывала как бы вверх чтобы у меня здесь обрыва нити не было и потом вязала полоску исти из той пряжи с которой мне надо а с кромочной вместе все петли снова провязывала как с одной стороны так естественно и с другой стороны и таким образом мне не нужно было каждый раз ниточку обрывать допустим да и потом эти хвостики прятать у меня их здесь нет здесь кажется немножечко плотнее край но на самом деле это совсем совсем не чувствуется вообще не чувствуется в изделии да то есть совершенно это незаметно абсолютно также идут кромочные петли и ничего здесь не видно вот такое изделие у меня получилось рекомендую эту пряжу кто еще не пробовал обязательно попробуйте также хочу сказать вам что у хозяйки магазина оли есть канал на youtube где она также делает обзоры пряжи и показывает много интересного пожалуйста проходите вдохновляйтесь пишите ваши комментарии на этом я свое видео хочу закончить хочу пожелать вам вдохновения отличного настроения и до новых встреч